Жлобин, Будокошалёва, Ветка, Житкевича, Брагин и Восипер Петриков на Гомичне протягивается комплексное добропородкование районных центров. При этом работа не просто масштабная. Отповедности с участными потребованиями приводится вся инфраструктура. Портывная база – это так же, что так само, непосредственно в Петрикове, первым объектом, где началась масштабная реконструкция, стал городский стадеон. Сегодня работы тут наближаются до завершения. Меньше чем раз в месяц стадеон повинен принять первых прихильников здорового ладу життя. Для ожидающих заниматься спортом новая волейбольная и баскетбольная плясовки, так само тренажёрная зона. Непосредственно на футбольном поле зарабили сучастную тренажную систему, яка и у споршения со штучным покрытием дозволить проводить поборницу и при любом надворе. У областного управления спорта и туризма сподяются, что при наявности такой базы у Петрикове оборядково заявится своя футбольная команда. Полагаем о том, что при завершении строительства горно-бокатительного комбината возможно будет такое, что руководство завода пойдёт навстречу и создать здесь команду в рамках существующего законодательства. Соответственно, дополнительный интерес местным жителям и дополнительный интерес в чемпионате Республики Беларусь будет. Займаться на обновленном городском стадоёне плануют и выхованцы Петриковского отделения веслования на Байдарках и Каное. Хоть основная увага тут всё-таки тренировкам на воде. Тем больше, что есть ориентиры, минавито тут починался шлях до спортивных вершинь двухразвуга бронзового призёра олимпийских гульню Марины Литвинчук и чемпиона света Миколая Хильмана. Правда, с каждым днём проводить занятки становится всё больше проблематично. Открытой в 1985 году будинок базы сегодня не отповидая на самым минимальным потребованиям. Если легко сказать, это убожество, а не спортивное сооружение. И поэтому хотелось бы, чтобы местные власти, Федерация профсоюзов Беларуси помогли сделать сооружение, которое достойно привезти родитель ребёнка. Оставить там, ему было и умыться, ему было переодеться в тепле. У гэтом годе будинок Петриковского отделения областной специализованной детяшей юнарской школы Олимпийского резерву по академическому вислованию обследовали специалисты одной из кафедров Беларусского державного университета на транспорту. На амаль 50 сторонках усе выявленные недохопы. От слабого подмурка до аварийного даху, які не вытримая великие нагрузки в выгляде снегу, об этом размывы с жахарами города, які заклопочены дальнейшим лёсом установы. У суизи с аварийным станом до середины червеня старый будинок плануется знести, и до початку холодов на его месте узвести новым. Основную частку необходимых для проведения этих работ сродков выделяет Федерация профсоюзов Беларуси, якая заявляется владальником спортивной школы. Хоть и от спонсорской допомоги отмавляться никто не сбирается, у речи у гэтом затекавлены усе для занятков и слованием необходно створить саправды беспечные умовы. Профессиональные люди с одной из кафедр Белгута подробнейшим образом изложили все проблемные моменты. Четвёртая категория аварийности. Заниматься в этом здании просто нельзя по той причине, что безопасность ложится в основу всего. Олег Сентеров, Андрей Иванов, телерадо-компания «Гомель» с Петрикова.